С начала пандемии коронавируса потребность больниц в медицинском кислороде увеличилась, ведь этот газ применяется для поддержания дыхания пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Газ для многих единственный шанс, чтобы выжить, и у пациентов в городской клинической больнице номер один он есть. Устаревшая модель газификатора и кислородного концентратора не обеспечивали в полной мере производство кислорода для больных, а не малой мощности. И с пиковой нагрузкой, которая сложилась в лечебнице сегодня, им однозначно не справится. Суточная потребность кислорода здесь составляет от 4 до 6 тонн. Самое главное, что нашлись люди, социально ответственные компании, которые, осознавая всю тяжесть вот этой новой тяжелой коронавирусной инфекции и спасения жизни людей, забайкальцев, они изыскали необходимые ресурсы. Это была огромная совместная работа. Компания «Удаканская медь», фонда развития забайкальского края были приобретены в течение спада вот этого, установлены и запущены в эксплуатацию новые кислородные газификаторы на 8 тонн жидкого кислорода. Их здесь два. Один рассчитан на 5 тонн, другой на 3. Газификаторы – это автономные комплексы, которые хранят и преобразуют жидкий кислород в газообразный, а также обеспечивают его подачу под регулируемым давлением. Они необходимы, когда нужна его непрерывная подача большому количеству пациентов. Сегодня на лечении в городской клинической больнице находится 580 пациентов, 122 из которых в реанимации. В кислородной дотации ежедневно нуждаются свыше 500 человек. И без кислорода спасти людские жизни от этой тяжелой инфекции невозможно. Конечно, работа, которая была связана с установкой, запуском – это уже забота первой городской больницы и тех подрядчиков, которые за это взялись. Но с этим успешно справились, и все это работает для того, чтобы спастить как можно больше людских жизней. Как отметила Инна Щеглова, это своевременная, нужная и неоценимая помощь инфицированным забайкальцам от компании «Удаканская медь», руководство которой сразу же откликнулись на призыв о помощи. Впрочем, как и всегда. И надо сказать о том, что начиная с Каларского района и организации там инфекционного бокса, инфекционного отделения, полностью оснащенного всеми необходимыми медицинскими аппаратами, полностью оборудованием и заканчивая лекарственными препаратами некоторыми, которые приобретаются на территории Забайкалья, это, конечно, именно заслуга данного нашего работодателя, самого крупного Забайкалья. «Удаканская медь» на приобретение и установку медоборудования жизнеобеспечения направила около 12 миллионов рублей. Всего же с начала пандемии на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионе компания инвестировала более 280 миллионов рублей. Анжелика Понебрашина и Евгений Погорелый, ЗАПТВ.